О да, друзья, вы у меня в кровати Сейчас утро 13 февраля и ровно 18 лет и один день назад родился Егор Кашип Если ты смотришь это видео, есть два варианта Либо ты знаешь Егора Шипа, либо не знаешь Ну а если вы всё-таки не знаете, кто такой Егор Кашип Это мой хороший друг Знакомы с ним мы уже практически год Многое пережили вместе И в этот прекрасный день, в его день рождения Я решил устроить ему вот такой вот сюрприз Ну а если вы до сих пор сомневаетесь, что это крутой пацан Тогда смело выключайте этот видеоролик Ребятки, если вы умеете читать и перед тем как открывать ролики читаете их название Значит вы уже примерно понимаете, что сегодня будет Прежде чем я вам всё в подробностях расскажу Нужно быстренько одеться и выдвинуться в город Потому что у меня через полтора часа там будет встреча Готово Субтитры сделал DimaTorzok В общем друзья, самые внимательные люди заметили то, что я сказал 18 лет и один день Всё потому, что сейчас 13 февраля У Егора Шипа день рождения 12 Спросите вы к чему тогда вообще этот ролик Ну а я вам сейчас объясню Так вот я знаю, что наш Егор любит дрифтить И решил ему подарить обыкновенную машину для дрифта На которой он будет именно дрифтить Занялся поисками, не знал, что всё будет так сложно Я собирался машину разукрасить вот так Вот как вы видите на экране Это мои эскизы Не судите строго Ребятки, вот примерно эскизы машины Здесь будет написано шип-мобиль На вот этой вот стороне Здесь такой огонёк как будто Ну и здесь всякие такие, я думаю, красные линии Какие-нибудь чёткие, стильные Она сама по себе будет чёрного цвета полностью Такого матового Это вот бампер Вот здесь вот фары На бампере у нас будет написано 18+, Всё-таки Егорка у нас такой жёсткий парень И в то же время ему исполняется 18 18 лет, 18+, короче, всё в одном И на другой стороне машины Вот так на этой А на другой стороне будет написано его инстаграм Егорка шип, здесь тоже везде огонь Красные прикольные линии, стильные И вот здесь, я думаю, с краешку написать от кого Там напишу Егорки Бай Стефан Что-нибудь такое Ну и как вы понимаете, всё пошло, естественно, не то, что по плану Всё пошло просто кубарем по лестнице Итак, я нашёл идеальную машину Для покраски, для дрифта и для Егора, в принципе Договорился о встрече в 3 часа дня Прямо в день рождения Егора У машины был небольшой косяк Там барахлил карбюратор Я купил новый И за 30 минут до встречи Мне покупатель как бы говорит То, что он продал машину, я говорю, в смысле, что? Я уже, значит, договорился с художниками Которые будут её разукрашивать А тут мне человек говорит о том, что Извините, я продал вашу машину Сказать, что у меня подгорало, ничего не сказать В общем, я начал обзванивать всех своих друзей в Москве Которые шарят в тачках И искать какую-нибудь машину Получается, просто через знакомых Что вы понимали, я должен был машину забрать Получается, в 3 часа За 30 минут поменять этот карбюратор Заправить её и поехать быстрее к художникам Зачистить машину, заклеить машину Покрасить машину Это всё занимает около 5 часов И то в экстра режиме Так они красят по 2 дня, по 3 дня Максимум, что они смогли мне пообещать Это 5 часов просто в сумасшедшей скорости Доехать мне до них где-то 30 минут И по факту я должен был закончить В 9 часов вечера Узнать у кого-нибудь, где Егор празднует свой день рождения Прямо туда приехать И ему как бы вручить эту машину Потому что у них начиналось всё только 8 часов И я бы успевал Но продавец сорвался и вот я случайным образом через знакомых Нашёл внимание Жигу, которая заняла второе место по Москве Ну вообще по дрифту Она стоила в разы дороже Я думаю, ну ладно, типа прям стоит того Я начинаю подробно разговаривать с продавцом И он мне объясняет, что там типа мол 130 лошадиных сил Машина весит 700 килограмм И типа что мы на ней просто разлетимся Я говорю, да нет, типа норм Сел машина и просто офигел Она, во-первых, не поворачивается вообще, когда ты стоишь на месте Потому что в дрифт-машинах там типа руль как-то не очень сильно поворачивается Когда ты на месте стоишь Коробка была очень жёсткая Я попытался проехаться У меня практически не получилось Я всё время глох И у неё было что-то с цепью То есть цепь нужно было обязательно менять А это ещё, как мне сказали, часа полтора как минимум Можно было её взять, можно было Первая, куча проблем Вторая, она часто ломается И третья, естественно, мне бы пришлось менять вот эту вот цепь Куда-то ехать Непонятно ещё сколько времени бы это заняло Я думаю, ну ладно, есть косяки Но надо брать Потому что, ну это реально типа охрененная тачка Навалит, просто можно с ума сойти И знаете, что мне говорит продавец? О том, что он передумал её продавать Мол, я её сейчас обменяю там на какую-то другую машину Типа мне не надо её продавать Я говорю, в смысле? Не надо? Пожалуйста, продайте мне её Он говорит, не-не-не, бро, ни в коем случае Всё, я её не продаю, могу продать тебе ёж Видите, сейчас на экране как выглядит такая машина Он сказал то, что у неё всё хорошо с коробкой Колонки работают Она вся прям ума, рабочая Я вообще никаких косячил И типа она там где-то близко Я в состоянии аффекта Естественно, поехал туда Опять же, сказать то, что мне было страшно Ничего не сказать Потому что я приехал просто в какие-то дебри Меня встретили какие-то странные мужики Завели в гараж куда-то по землю Мы спускаемся, он мне говорит Ты только не волнуйся, там связь не ловит Я думаю, что связь не ловит? Друзья, только что вы посмотрели GTA в реальной жизни Если хотите, чтобы я снял полноценный такого плана скетч В свой инстаграм Тогда обязательно пишите об этом в комментариях Ну а я вам хочу сказать о том, что С самого детства я обожал GTA И сейчас своё свободное время я провожу Играя на проекте Border Roleplay Это GTA на мобильных устройствах по сети Здесь ты отыгрываешь свою реальную жизнь Там полная свобода действий Можно стать копом и ловить преступников И защищать штат от врагов Или же медиком и лечить таких же врагов, как ты Но если тебе скучно, ты можешь стать настоящим бандитом Мне, например, нравится заниматься бизнесом Поэтому я купил себе в игре свой собственный бизнес Продвигаю свой бизнес и получаю просто огромный кэш Если вы азартный человек, то в этой игре есть азартные игры Естественно, в них вы играете на вымышленные деньги Можно поставить ва-банк и выиграть кучу крутых тачек, дорогой дом и наслаждаться игрой Ссылочку на эту игру я оставлю в описании Обязательно переходи, играй Ну а мы продолжаем При достижении четвёртого уровня Мой промокод Стефан даст вам 50 тысяч баксов Ну в общем, через боль, через страх я добрался до этой машины Посмотрел её Она правда была гораздо комфортнее в езде, чем в Жига Дрифтить на ней точно так же можно И в общем, я думаю, что типа времени нету и нужно её срочно брать Мы подписали договор о купле-продаже Я забрал документы от машины Перевёл человеку деньги Смотрел я эту машину прямо рядом с художниками И я им как бы там её и оставил, оставил ключи Ночью её подготавливали, то есть зачищали, обклеивали И вот сейчас вот утром приехал туда на место художник И прямо сейчас он начал её красить Он её красит Вот, можете посмотреть, он мне прислал В общем-то, да, друзья, у меня получилось, конечно, я опоздал немножко Машина будет готова через пару часов Я сейчас еду в город, у меня там будет важная встреча И сразу после встречи мы с вами выдвигаемся к художникам смотреть, что у них всё-таки получилось Дальше покупаем тортик, свечки, шарики, открыточку и летим к Егору Я лично не знаю, где он находится, мы будем узнавать через его друзей или через родителей Где он спит после своего дня рождения В общем, друзья, и такое бывает Вот такие вот передряги Это я вам не рассказываю ещё, как я 6 часов подряд сидел просто в кафешке И искал различные машины, пока не достучался вот до этих ребят Я вам по времени не говорил, но последнюю машину я приехал смотреть где-то в 12-30 ночи Ребятки, я сейчас в ТЦ на встрече и хочу вам немножко поспойлерить Смотрите, сижу вот за таким детским столиком В общем-то художники перепутали сторону, написали не там, где нужно Но, как видите, шипмобиль Всё чётко написано, классно Я ему предложил, я вот сейчас в заметках просто нарисовал Здесь сделать красную линию, не знаю, лишним будет или нет Вы как бы напишите Но я ему предложил, думаю, будет круто Вот здесь вот красным как бы крышу обвести Это был маленький спойлер, больше спойлеров вам не дам Всё увидите сами Ну что, друзья, как говорится, не тяни кота за яйца Вот мы и подъезжаем, собственно, к художникам Ой, друзья, куда это мы приехали Сейчас, друзья, 6 часов вечера и уже тут реально стрёмно Видели бы вы, через что мне вчера пришлось пройти Посмотрите, тут куча машин стоят каких-то И, получается, всякие мойки, СТО и так далее Если вы готовы, прямо сейчас пишите в комментариях о том, что вы готовы Потому что мы, друзья, заходим Та-дин Та-дин Опа-на Интересно, интересно Что нас ждёт Ребята, вы готовы? Я вас спрашиваю, вы готовы? Вот он я, а вот машина Вот она Хотите её увидеть? Если хотите, прямо сейчас ставьте лайк Давайте же посмотрим Друзья, в общем, я срочно вышел на улицу Потому что мы сейчас выгоняем вот эту вот прекрасную газель Ребята, у нас оплошность на оплошности Мало того, что происходил вечно трэш Сейчас мы не можем выгнать газель За которой стоит тачка шипа И получается, что если мы её не выгоним Мы не достанем машину И снова всё, пошло не по плану Давай, родная В общем, друзья Прямо сейчас все вместе болеем за эту газель Чтобы она смогла выехать, собственно Вот туда вот За ней, внимание, машина шипа Парни, что вы делаете? Мы заливаем бензин, потому что приедем Закончился бензин уже? Ну, вот его и не было Поэтому он не может доехать Чуваки, ну это просто п***ц В общем, скорее всего, друзья Я сейчас поеду за шариками В общем, вот наша машинка Вот где она стоит Родная наша Ммм, как здесь вкусно пахнет красочкой Егорка шип Егорка шип Всё правильно написано Вот, 18 лет Егорчику исполнилось Как мы можем видеть Огонь, огонь Такие вот здесь полосочки красненькие, стильные В общем, всё по кайфу Пошла, родная Тачка выехала Я просто поздно начал снимать Мы её выгоняли, внимание, 50 минут Ничего, как ощущение? Наши меня нет? Как ощущение выгонять газель? Ощущение огонь Выгонять газель классно? Да Почти час Ну что, друзья А вот и наша машинка выезжает Гаражовое будни, короче, у нас Ребят, вот так вот Степан выгоняет тачку Его зовут Степан Почти как меня Прикиньте, мне Егор сейчас написал, короче Типа Стефан, а ты чё на моём дне рождения не был вчера? А там такая нелепая ситуация получилась Мне не сказали, что это будет день рождения Думал, это будет обычный сюрприз Я занимался машиной И как бы В общем-то, да Решил не пойти на этот Мини-сюрприз А это оказалось весь день рождения Ну, пропустил, бывает Ничего страшного Короче, сейчас план действия Мы машинку моем И, собственно Едем за шариками Открытками Тортиками Всё, все дела Ребятки, прошёл ещё один Мать вашу час Ещё один час И что мы делали? Мы ждали очередь в мойке И сейчас машина моется Уже 30 минут А обещали 10 Вон она, красавица, моется Меня пугает тот факт Что в ближайших ТЦ Может не оказаться того, что мне нужно А мне нужно Шарик Открытка И тортик Со свечками Ну что, друзья Посмотрите на эту малышку Она полностью чистая У нас Степан за рулём Так как у меня нету 18 Наш Шибмобиль Внимание Опа Ну что, Степан, как? Салончик чистый? Да, отлично Всё блестит Класс Друзья, посмотрите У нас есть даже сверху получается вот этот А почему вот Во многих современных машинах Типа нету сверху Типа вот этого вот Ну от комплектации зависит А вот такой старый есть Ну он, кстати, самодельный Ещё А, серьёзно? Я сам думал, что это завода А мне сказали, что он, типа, самодельный Это, кстати, крутая штука, реально Ребят, я не снял Стёп только что валил боком, короче Прям на повороте Просто на сухой дороге И, в общем-то, это подтверждает тот факт Что если вы всё-таки умеете кататься На механике То у вас получится Поэтому если у Егора не будет получаться ездить Это не вина машины Ребята, секунду Я вам уже говорил про то, что Каждый из вас Прямо сейчас может зайти в игру И получить шанс стать миллионером И популярной личностью Уже в этом году Слушай каждое моё слово И представляй Итак, каждые три недели будет проходить игра Конкурс-челлендж Сними свой забавный ролик Попади в сотню лучших И получи за это крутые денежные призы Или это койны Койны, которые сделают тебя ближе К одному миллиону рублей Мы готовы отказываться от своих мечт и желаний Думая, что всё сложно Нафиг лень Если ещё вчера Ты бы выбрал бы просто сидеть в телефоне То сегодня возьми и выиграй всех Ты лучший Знаете, проще нашей игры Нету ничего Играем? Тогда листай И мы начнём Let it go Оу, ты с нами? Смотри, это работает так Каждые три недели будет проходить игра Своего рода конкурс-челлендж С каким-либо продуктом Всего игр будет 10 Суть каждой игры в том, что тебе нужно снять определённое видео С каким-либо продуктом И выложить его с нужным хэштегом В свою социальную сеть После чего мы вместе с вами и с блогерами выбираем 100 самых лучших видео Первое 20 мест получит крупные денежные призы И месячный запас вкуснятины, с которой вы снимали свои видео И что самое главное Все получат лето коины Которые по окончании 10 игр будут подсчитаны у каждого игрока И тот, у кого коинов окажется больше всего Получит главный приз Миллион рублей И встречу со всеми блогерами Если вы готовы, друзья Давайте приступим к первой игре Друзья, этот прекрасный сыр называется Lime Ваша задача Бежать в магазины Покупать любой сыр марки Lime Снимать видео, как вы даёте попробовать его своим родителям или же близким После выкладывайте видяшки в свои социальные сети с хэштегом Lime В тайм Чем круче реакция, тем больше шансов на победу Видео, которое снял я Полина, Полина, попробуй срочно Слайма Это вкусно Очень вкусно до безумства Слайма будет лучше Потому что Потому что это, 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 это очень вкусно Придумывайте самые обалденские и невероятные ролики С блогерами мы посмотрим все Уже через три недели мы подведем итоги первой игры Лаймы И вручим лично каждому из вас денежные призы и лето-коины Вы сможете посмотреть, как мы выбирали победителя Возможно, именно тебя Начнется следующая игра и, внимание, останется всего 9 игр до миллиона рублей Задумайтесь Летите, снимайте, мы ждем ваших видео Переходите по ссылке в описании на наш сайт Там будет подробная информация о призах, наш общий чат, примеры к видео А также рейтинг, в который сможет попасть каждый из вас И не забудь подписаться на инстаграм Буду там выкладывать ваши видео и держать вас в курсе событий Ребята, да она просто валит, я вам скажу Нормально? Чувак, ты че гонишь? Блин, это очень жестко и люто Егор, я тебя прошу научись ездить, чтобы ты меня так покатал Потому что я понимаю, что это как бы не каждый сможет такое вот устраивать, да? Степан любезно согласился сходить со мной за шариками И мы вообще не уверены, работает ли там все в этом ТЦ Вроде бы он до 9 или до 10 Но часто такое бывает, что многие магазы уже закрыты, да? Ну что, друзья, вот шарики, тортик, сердечко, бантик-открытка в рюкзаке Полетели к шику Ребят, вот мы купили шарики, тортик, да? И что могло произойти, вот мне интересно Типа, что могло произойти плохого в поездке к Егору? Когда я садился в машину Я поставил торт вот сюда вот И забыл его поставить обратно в салон Угадайте, где же наш торт? Вот Вот он, друзья Вот он наш торт Вот он Вот он просто в смятку, бесполезно Так, мусор нельзя Оставлять я поставлю его на видное место Вот сюда вот, чтобы его убрали в двор Все Это просто провал Придется покупать новый торт Где-то, непонятно где, непонятно когда Итак, друзья Когда Егорчик, собственно, подъедет Я включу вот такую вот песенку Днём рождения Успеха, радости, везения Ожадительная песня Класс, да, ребят? Мне кажется, всем зайдёт Ребята, знаете, сколько нам осталось ехать? Мы должны будем как бы ещё всё там подготовить Успеть к приезду Егорчика 11 минут Ребятки, в общем, мы подъехали И сейчас решаем, куда будем парковать машину Чуваки, он так жёстко водит Вы не представляете Надеюсь, Егор так же будет В общем, друзья, чтобы всё было на готове Я сейчас сразу всё выложу, в общем-то Схожу в магазин за новым тортиком И покажу вам, что у нас есть Друзья, ну, в принципе, всё Посмотрите Ребята, у нас здесь бантик, шипмобиль В общем, всё стоит Здесь тортик Здесь открыточка И вот такое вот сердечко Шарики я выпущу прямо сейчас Тут на готове песенка На полный звук, на полную мощность В принципе, у нас, да Чувак, походу, они Да, они Блядь Здорово, пацаны Привет Здорово, здорово Это твоя новая машина для дрифта Шипмобиль Вот, смотри Не подпи, не подпи, не подпи Здорово, здорово Вот, смотри Это не шипмобиль Ты, сука У неё там какая-то заварка Специально, чтобы дрифтить Это же панорамная крыша есть, короче Это пизда Я в рождении в Бранске 18 лет, охуеть Пацаны, а на механике умеет На жигулях ездить? Нет Умеешь, да? Сейчас научимся Нет, пизда, это слишком сложно Вот, я же тебе говорил Документы Я так понял, ты начал увлекаться дрифтом Судя по твоей истории Ну что ж, друзья В общем, едем шоколадку Вот такой вот ролик получился Вот она машинка Вот тут вот стоит Давайте напоследок на неё посмотрим Егорке исполнилось 18 лет Шипмобиль Вот так вот здесь красным По красоте сделано всё Егорке by Стефан Егор Шип Смотрите, какой там крутой спортивный руль Сзади шарики Вот такой вот подарок получился Я понимаю, что для вас получилось немножко оборвано Но по непредвиденным обстоятельствам Я дальше снимать не мог, к сожалению Снимал меня Степан художник Поэтому так же получилось немножко сдалека Немножко без звука Я очень волновался В общем, друзья, можете перейти в инстаграм Егора Шипа Поздравить его с днём рождения Ему уже 18 годиков Всем спасибо большое за просмотр Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok